Виктора Абакумова, держали в Лефортовской тюрьме в самых настоящих кандалах. Но почему указанию и зачем, экс-начальника СМЕРШа, заковали в кандалы? Виктор Семенович Абакумов, имевший всего 4 класса образования, сделал блестящую карьеру. Он начал работать в органах АГПУ НКВД, еще в 1930-х годах. Незадолго до нападения Германии на СССР Абакумов был назначен заместителем Наркома внутренних дел. А в 1943 году стал начальником главного управления контрразведки СМЕРШ. После войны Виктор Семенович пересел в кресло министра государственной безопасности. За годы службы в органах Абакумов принял самое непосредственное участие во множестве арестов, фальсификации дел, а также в убийствах. После ареста в 1951 году Виктора Абакумова обвинили в создании сионистской организации. Текст этого заключения правил сам Иосиф Сталин. Когда вождь умер, Абакумова обвиняли в фальсификации громких дел прошлых лет. Но экс-министр заявлял, что все аресты были произведены по прямому указанию Сталина. Большинство историков утверждают, что Виктор Семенович упорно ни в чем не сознавался. Несмотря на то, что к нему применялись жестокие пытки. Его регулярно избивали, закрывали в карцере холодильники. А на день выдавали лишь кусок хлеба и две кружки воды. Одним из методов выбивания необходимых показаний, были и кандалы, в которые Виктора Абакумова, заковали сразу после помещения в Лефортовскую тюрьму. Об этом факте, упоминают авторы множества исторических изданий и мемуаров. Так, о кандалах, которые Абакумов носил в тюремных застенках, писал в своей книге, сотрудник личной охраны Сталина, Алексей Рыбин. Абакумов, который по понятным причинам, знал о работе органов не понаслышке, спросил у начальника внутренней тюрьмы Миронова. «Слушай, Миронов, этого у нас раньше не было». Миронов ответил. «Зато теперь, есть». Стоит отметить, что во время следствия по так называемому делу врачей, был закован в кандалы и академик Виноградов. Причем сделано это было, по прямому указанию Сталина именно в отношении Виноградова. В истязаниях Виктора Семеновича, принимал самое непосредственное участие, заместитель министра государственной безопасности Рюмин. Бывший подчиненный Абакумова, старался изо всех сил выслужиться. Поэтому Рьяна выбивал показания из арестованного. Однажды, не выдержав избиений, Абакумов ударил Рюмина. И тот велел заковать Виктора Семеновича в кандалы. Для того, чтобы тот, уже не смог поднять на него руку. Но все усилия оказались тщетными. По утверждению Павла Судоплатова, Виктор Абакумов, несмотря на примененное к нему насилие, так и не признал своей вины. Судоплатов говорил, что благодаря стойкости Виктора Семеновича многих, кто состоял в вымышленной сионистской организации, освободили. Однако Абакумову предъявили обвинение в фальсификации ленинградского дела, за что в 1954 году он и был расстрелян. Примечательно, что в своих жалобах в ЦК, КПСС о насилии, которая к нему применялась, Абакумов писал о том, что о некоторых пытках, например о камере с искусственным холодом, он узнал, только оказавшись в тюрьме.